Всем привет, с вами International 2013. Первый день плей-оффа. Только что закончился матч Na'Vi против Orange. Рядом со мной стоит капитан команды Virtus.pro, Ярослав Инац Кузнецов. Привет, Ярик, как дела? Здорово, нормально все. Ну, для начала хотел бы спросить про Бенроу. Ты первый раз в Сиэтле. Какие впечатления у тебя вот от организации непосредственно в Бенроу и всего турнира в целом? Ты вроде тоже первый раз в Сиэтле, сам расскажи тогда. Не знаю, мне нравится. По-моему, все здорово, конечно, есть там какие-то мелкие недочеты, о которых я не помню, но в общем и целом отличный турнир, естественно, лучше не видел пока. Хорошо, перейдем к такой горяченькой теме. Вот Na'Vi против Orange. Ты следил за всеми тремя играми. Расскажи про эти игры. Ты хороший аналитик. Что можешь сказать про, почему не пошло у Na'Vi в первую игру и почему не пошло у Orange в остальных играх? Ну, за Na'Vi замечено, не знаю. Может, конкретно за какие-то там игроки именно. Иногда не могут собраться на самую-самую-самую первую игру там какого-нибудь самого первого дня. Ну и частенько Na'Vi проигрывает там первую игру там в Best of 3, потом выигрывают две других примеров. Очень много было. Может быть, сыграло просто опять это как бы особенность такая. Ну и плюс надо отметить, по крайней мере, со стороны так, из того, что я видел, Orange играли в первой очень здорово. Прям, ну, у них к тому же все получалось. Когда ты играешь здорово, у тебя все получается. Собственно, трудно оставить такую команду. Ну и там пик хороший. Посмотрю я, Тайтхантер, я не знаю, был ли вообще в группах. Ну, наверное, кто-то брал где-то там разок-другой, но тут вот именно в обоих играх очень круто зашел Тайтхантер, что в первой для Orange, там потом в третьей для Na'Vi, может быть, тут дело в Тайтхантере, знаешь ли. Ну, короче, пик был в первой у Оранжи хороший, во второй был хороший пик очень у Na'Vi, в третьей у Na'Vi был пик, а как и во второй, а Оранжи вот что-то совсем поплыли, расклеились. Я не понял, какой-то Bounty Hunter бегающий за ченом, там Медведь, ну то есть вроде ничего такого прям какого-то супер плохого, но драться было в итоге нечем. Вивер, Bounty Hunter, Медведь. Ну, что это за герои, как ты будешь Na'Vi со спаком остановить, которые просто прыгают на тебя и бьют, как и вышло. Na'Vi хотели делать, что хотели. Молодцы. Ну, по поводу Тайтхантера, он в группе был, ты наверняка должен помнить Ксяуэйта, который дает Ультникова. Ой, да-да-да, все вспомнил. Ну, тут, кстати, он там тоже победил, несмотря на все попытки Ксяуэйта что-то сделать плохо, но тут Тайтхантер зашел намного лучше, он тут был ключевой, пожалуй, чуть ли не в обоих играх. Вот Оранжи падают в сетку лозеров, как, по твоему мнению, пройдут Оранжи дальше или их сегодня все-таки ждет поражение второе? Ой, ну, для этого надо понять, с кем они хотя бы играть могут. Ну, я думаю вообще, что шансы Оранжи остаться на плаву, довольно высокие, потому что команда все-таки сильная, а небось враги какие-нибудь там мувки или что-то подобное. Ну, то есть, конечно, здесь нет совсем уж слабых команд, но думаю, что, в общем, я поставлю на то, что Оранжи останутся после этого дня. Вот небольшое отступление к групповой стадии, конкретно к вашему вступлению. Ты мне много чего говорил, почему у вас не идет много всем говорил, теперь вот, может, пару слов зрителям. Что, по твоему мнению, пошло у вашей команды не так в групповой стадии? Да, странное, короче, ощущение какое-то. Ну, не получается, вот, ну, не получается взять и начать играть прям хорошо. Конечно, мы после групповой стадии так обсудили, мол, подумали, что, ну, бог с ним, типа, групповая стадия, по большому счету, ничего такого страшного, на турнире-то ты остаешься, то есть все равно играешь, все шансы там дальше бороться есть, но вот сможем ли мы все-таки собраться и выступить дальше не так, как групповой стадии, там, то есть выиграть там какие-то игры. Я, ну, я надеюсь, как бы, я не скажу, что я не уверен, я просто надеюсь, что так будет. Но для этого нужно, чтобы все прям собрались. А что конкретно не пошло, ну, даже не знаю, ну, плохо играли, при том, в основном, в каких-то чуть ли не микро ошибках, тут очень собраны все команды на интернешнере играют, то есть не прощают, ты палец в рот никому не клади, ты захватываешь преимущество, даже небольшое там, или даже большое, потом делаешь две ошибки, и все, тебе уже не прощают, тем более команда там уровня танк-фу, ДК, тех же уровень, ой, точнее, не ДК, а ЭДЖИ, с которым мы играли. Мы, как обычно, почти, ну, не почти во всех играх, но минимум в 50 играх мы доминировали начало, старт был за нами, у нас получалось там выиграть линии, сделать какие-то ферст-блады, киллы, там, хорошо повести, убить, в конце концов, рашана там, без каких-либо проблем, а дальше, дальше где-то что-то, как-то нас переламливали, где-то мы там ошибались, где-то в микро, где-то в макро, и отдавали все преимущество. Вот, ты что-то хотел еще добавить? Нет, нет, все. Вот завтра у вас игра против Зенит, вы узнали фактически имя своих соперников почти сразу после групповой стадии, готовились ли вы как-то вот конкретно к этой игре, может, вчера смотрели реплей или, может, даже тренировались? Я заслал Na'Vi тренироваться с Зенитами, ну, там Na'Vi поехали поиграть в какой-то местный клуб, там несколько игр, там с Зенитами они как раз играли, по итогам там четыре игры, или пять даже, я вот выяснил у Na'Vi, как там, что там, что куда-то, оп-оп-оп, как там Зенит, что делают? Ну, в принципе, просто это не та команда, это не какие-нибудь, ну, я смотрю, не какие-нибудь Ma'uza, например, о которых ты говоришь, ну, можно сказать, все почти, там, да, там есть дефолт, но несколько вещей. Нам так повезло, слышно, не повезло, точнее, повезло в кавычках, наверное, все-таки попасть на не очень приятного соперника в БО, один у них нету каких-то, как бы это сказать, заготовок, что ли, они играют как хотят, они играют как мувки, только получше чуть-чуть, то есть если мувки просто играют как хотят, но у них не прет, у Зенит играть как хотят, у них, в принципе, частенько там очень даже неплохо выходит, поэтому конкретно сказать, чем они будут играть, и что мы там готовы полностью там законтрить их пики, знаем, что как, не могу сказать, я думаю, тут ни одна команда не может искать, более того, я думаю, Айсайсай сам не может сказать, что он будет пикать хотя бы примерно, он может проснуться сегодня с утра и сказать, Blue Seeker, настал твое время, поэтому, но я думаю, что шансы, в принципе, у нас неплохие с ними, потому что мы примерно такая же команда, которая тоже пикает, ну, как бы, очень много разных вариаций, и мне кажется, что можем мы, в общем, справиться с Зенитом, по крайней мере, я надеюсь, что мы дадим бой хорошим. Ну и в заключении какие-то завершающие слова, может, фанатам, спонсорам, всем подряд? Ну, спасибо всем фанатам, кто все равно продолжает болеть, несмотря на наше, так скажем, не очень хорошее выступление в группе, мы постараемся оправдать ваши ожидания и все-таки прогрызться куда-нибудь повыше по сетке. Очень хотелось бы, конечно, попасть в топ-8, там, и престиж, и деньги. Вот, так что всем спасибо, огромное, также спасибо нашим спонсорам, Бенк и Блэкбери, за все. Вот, ну, все. Спасибо за интервью, с вами был НС, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok